Ирина Казакова Спасибо вам, я вас безмерно уважаю, но нахожусь в рамках своего представления о мире, которое ваше объяснение только подтверждает, что все есть только образы и концепции внутри нас. Уважаемая Ирина, вот лягушка, которая прыгает по болоту, это не образ внутри нас, это реальный объект, который расположен в реальном мире. У нас есть реальное пространство, есть реальная материя, есть субъекты, состоящие из материи, это мы с вами, и есть какое-то копошение в наших аппаратах мышления, назовем их так, которые могут обрабатывать информацию достоверно или не очень. В одном случае они понимают, что происходит, в другом не понимают. Вот эти вот образы, картины мира, это просто субъективное восприятие объективной реальности. Все. Какая-то погрешность может быть, но мы не существуем в ваших представлениях о реальности, мы существуем в реальном мире, состоящем из материи, расположенного в пространстве. Это вот без вариантов. Воображаемое действительно мы можем с помощью мозга отличать. Мы можем представить себе журавля воображаемого, рассуждать о высоте, вот он полтора метра высоты, да, вот такие у него крылья. Можем его сделать зеленым во своем воображении. Но это плод нашего воображения. Это не существующий в материальном мире, не расположенный в пространстве объект. Это разные вещи. И где-то есть настоящий журавль. Вот мы с помощью мозга можем воображаемого отличать от реального. Так и здесь. Если вам хочется иметь такие взгляды, собственно, никто не запрещает просто не навязывать эти взгляды другим, потому что делиться с людьми надо только достоверной информацией. Это главное. Иначе мы воруем время, в основном у детишек, которые его не должны тратить на зазря. Файл-эрор. Точнее, будет звучать так. Абстракционная математика Саватеева. Есть передача, где он утверждает, что круглая – это квадратная, но все-таки треугольник овальный в кривопрямой линии. В общем, мозг кипит и не может осознать. Ну, все правильно. Мозг не должен осознавать бред. Вот понять бред невозможно. Его можно на какое-то время запомнить, а потом успешно забыть, потому что это не имеет отношения к реальному миру. Математика – это наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Вот это то, что в действительный мир влазит, то математика. Все остальное – это бредятина, не имеющая отношения к математике. Дмитрий С. Я не понимаю, что вы так прицепились к этому искривлению пространства, тем более к математике. Искривление пространства – это модель, заданная в рамках физики согласно научного метода. Математика – это вообще формальная наука об абстракциях. Все, приехали. Вот вас обманули жестко. Математика – это неформальная наука об абстракциях. Вас отымели в мозг, обманули. Математика – это наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Все. Вы даже этого не знаете, вас отскаташоркали. Модель, искривление пространства – это модель. Это не научная модель. Она не входит в определение математики. Это модель вне рамок действительного мира. В нашем мире не гнется, а вы сделали модель, которая гнется. Это значит, модель не нашего мира, невозможного в наших реальных физических условиях. То есть это лютый бред, не являющийся математикой. Вы зачем этот бред тащите к нам, в человеческую цивилизацию? Боя Шинов удаляет комментарии, когда ссылаешься на вас. И продолжает водить свою пасту в заблуждение. У него вышел ролик по бинбангу. Можно ли ждать ваших комментариев по данному творчеству? Ну, мы объяснили как бы в комплексе, что большой взрыв невозможен, по каким причинам у нас хороший ролик на эту тему. А ребят, которые будут продолжать пойматься с ним, снимать, ролики об этой бредятельности, их много будет, в том числе и Бояшинов. Тут уже нет задачи, что каждого макнуть там носом. Общую схему ему дали, доказали, показали, что это не научная информация, что это бред, это невозможно. Игорь Колобов, закон логики, что дышла, куда повернем, туда и вышла. Народная смекалка. Катючук заслуживает двух вещей. Первое, разоблачение, желательно со Стёбом. Чем больше насмешек, тем лучше. Если это будет форменная издевательность, тем лучше. Ему тем же. Здесь нужна, естественно, собственная, достаточно мощная теоретическая подготовка и проверка-перепроверка перед публикацией. Иначе можно в лужу самому сесть с разоблачениями. Ну, собственно, так и происходит. Второе, игнор. То есть, как бы он там ни прыгал, отправляет сад на защиту собственной монографии. Ну, ребята, короче, пытаются противодействовать, находятся в каких-то сладких мечтах. Мартиши, ну, абзац вашей физики настал. Вот, сейчас есть физика испорченная изначально, и физика нормальная, достоверная. Вот, вы, приверженцы испорченной, недостоверной физики, ну, судьба у вас такая. Вы можете в этом гнилостном состоянии продолжать находиться, либо уже как-то бестолковки свои встряхивать и заниматься более реальными знаниями. Единственными реальными, единственными адекватными. Не знаю, почему вы так убеждены в своей правоте. Я вот не понимаю. Научные данные, наука — это же проверяемость, подтверждаемость многократная. Колька 33 годика. Колька 33 годика. Не знаю, почему вы убеждены в своей правоте. Вопрос вообще не убеждение Колька 33 годика. Если уже установлено, доказано научным способом, что вот это неверно, а вот это верно. Тут уже не вопрос, вера или невера. Это вот научный факт. Доказано, что здесь вот была допущена ошибка, и эта ошибка по недоразумению прокралась в учебнике физики и там прижилась. Несколько поколений ее произучало. Ну, все, когда нашли ошибку, надо просто этой листочки вырывать, и все. Тут не вопрос веры, это факт научный. Колька 33 годика, и всё, ну, все. Сейчас кольцо под kennen из Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok